Культурная программа Вот, например, уже в это воскресенье будет отличаться в России День ГИБДД И мы от Культурной программы вас всех с этим поздравляем Радости вам, счастья и побольше вот таких вот сотрудников Из правила дорожного движения, которые должны мы с вами соблюдать Чтоб не произошло дорожного крушения, правила нужно изучать Ответственность лежит на каждом человеке, будь ты водитель или просто пешеход Правила нужны для безопасности пути на улицах дорог Это видео снято в Иркутске, но уверен, что у хабаровчан на сердце тоже не бывает пусто А инспекторы ГИБДД стихи читают лучше иркутчанск Иркутцеп Иркутян Хлеб, давай не затягивать, начинаем культурную программу с анонсом Еженедельно в культурной программе Хабаровска Концерты и кинопремьеры, фестивали и перформансы, тренинги и мастер-классы А прямо сегодня мы расскажем вот о чем Любите плести венки, петь народные песни? Тогда вам на Ивана Купала Обзор этого и других интересных событий будущей недели сегодня в программе Лето – отличное время для культ походов Куда выбраться? Обсудим в нашем сюжете Узнали толстячка? Зачем Дуэйн Скала Джонсон надел на себя лишних 100 килограммов? Узнаете из рубрики о новинках кино Любите читать редкие книги? Тогда ищите их прямо на улицах города? Что за несуразица такая? Расскажем во второй части культурной программы Открываем культурную программу Помимо Дня ГИБДД на следующей неделе будет отмечаться еще и День Ивана Купала Очень, кстати, мною любимый праздник И не только тобой Вот мы в детстве всегда жгли костры Не всегда прыгали, но всегда жгли И постоянно обливали всех во дворе водой Ну вот, видишь, еще один повод и детства вспомнить Обо всех событиях предстоящей недели И об Ивана Купала, конечно, прямо сейчас в нашем сюжете Напоминаем, что еженедельно по субботам до самого конца октября Всех хабаровчан ждут на продовольственной ярмарке выходного дня Хватит есть китайское! Пора поддержать отечественного производителя! Все эти слоганы вполне себе применимы к событию Овощи, мед, соленья, рыба, мясо, молоко, семена и многое другое Все здесь! Вы только приходите! Устали от шумных и однообразных вечеринок и очень хочется чего-то новенького? Помните, что все новенькое, хорошо забытое старенькое Поэтому 9 и 10 июля всех хабаровчан приглашают отметить праздник Ивана Купала Пройдет он в Ривьера парк на заимке В программе и песни, и пляски, и все традиционные обряды А если уж очень разгуляетесь, можете попробовать и цветок папоротника поискать В общем, ежели соскучились по-русскому да по-народному, добро пожаловать! А это событие состоится лишь через неделю Но говорить и даже кричать о нем нужно начинать уже сейчас 16 июля при поддержке телеканала Дальты в ТНТ на площадке у арены Ерофии пройдет музыкальный фестиваль «Мегафон Лайф» Это уникальный музыкально-технологический эксперимент Видеомост свяжет две концертные площадки в Хабаровске и Владивостоке Два лидера отечественного рока благодаря высоким технологиям исполнят музыкальную композицию вместе Во Владивостоке это будет группа чаев, а в Хабаровске Диана Арбенина и ночные снайперы Фестиваль пройдет под девизом «Близкие города, близкие люди» Но самое главное, что хабаровчане все это смогут увидеть совершенно бесплатно Вход на площадку арены Ерофей будет свободным Начало в 20.00 А вот уже 8 июля мы будем отмечать Всероссийский день любви, семьи и верности Или по-другому день Петра и Февронии Так что если 14 февраля вы считаете заморзким и не отмечаете, то вот вам, пожалуйста, 8 июля Шикарно, да, мужики? Сначала только 14 подарки дарили, теперь еще и 8 Глеб, подарки дарить совсем не обязательно Ты лучше девушку свою своди на какое-нибудь интересное мероприятие А не только под клубом и автопати Рассказ о мероприятиях из сферы культуры начнем с филармонии 5 июля в половину седьмого хабаровчан приглашают на концерт Владимира Будникова Под названием «Классика о любви» На фортепиано Владимир исполнит Бетховена, Шопена, Чайковского Несколько арий из оперы Пучини и романсы На следующий день в филармонии выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр Под управлением дирижера Руслана Антипинского Исполнит программу «Музыка Голливуда» Обещают сыграть треки из кинофильмов «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Розовая пантера», «Парк Юрского периода», «Титаник» и даже из сериала «Игра престолов» 5 и 6 июля в Хабаровском краевом театре драмы покажут несовременный концерт от МХАТа Это попытка зафиксировать уходящее, ускользающее время Время, когда ритмы были совсем другие, когда часы были длиннее, а деревья были большими Да и сами люди, казалось бы, жили совсем иначе Так рассказывает о своем детище режиссер Виктор Рыжаков И добавляет, спектакль явился результатом трехлетней работы Пьесу московского драматурга Сергея Белова под названием «Мамуля» представят публике 9 июля Сергея Белова в России называют «Господин аншлаг», потому что множество спектаклей, поставленных на основе его произведений, заканчиваются именно так Я так и сказал На одной тещи я уже обшелся Ничего страшного, что завершился июнь, впереди еще целых два месяца лета И вот что за них нужно сказать, мы вам обязательно расскажем далее О чем еще расскажем сегодня? Узнали толстячка? Зачем Дуэйн Скала Джонсон надел на себя лишних 100 килограммов? Узнаете из рубрики о новинках кино Любите читать редкие книги? Тогда ищите их прямо на улицах города Что за несуразица такая? 10 июля мы будем отмечать День рыбака Место свободного ни на озере, ни на речке не найдешь Дев, ты что, рыбак? Нет Когда пойдем в кино Мы свой кинообзор начнем буквально через несколько секунд Сразу после коротенького отрывка Приглядитесь, никого не узнаете? Гляньте, это вообще нормально, нет? Дуэйн Скала Джонсон и Кевин Харт в роли напарников Это уже само по себе достаточно весело А прибавить сюда еще американского режиссера Роусона Маршала Тербера Автора комедии Мы Миллеры И название нового фильма «Полтора шпиона» И как-то сразу понятно становится, что это не иначе, как комедия Булл! Мы что, знакомы? Роби Кривотракер! Да, и школы! Нифига себе! Сто килограммов сбросил! Как тебе удалось? Да рецепт очень простой Колись давай! Тренировки по шесть часов каждый день, двадцать лет подряд Комедия, кстати, криминальная и слоган ее гласит «Они попробуют спасти мир» Малыш Харт и Скала Джонсон За приключениями бывших одноклассников наблюдать в кино сможем уже 7 июля С какой радостью тебя занесло в ЦРУ? Не люблю быдло Какова формула успешного фильма? Хороший сценарий? Дорогущие спецэффекты? Или пять-шесть супер-мега-звездных актеров? Не будем додумывать за режиссера Майкла Грандаджа Просто назовем вам список имен Николь Кидман, Джуз Лоу, Колин Ферт, Ванесса Кирби Макс, это миссис Бернстайн Мистер Перкинс? Элен первая сказала, что мой труд чего-то стоит О боже, они называют тебя гением Ах да, еще один прямой путь к кассовым сборам забыли упомянуть Фильм неплохо бы сделать биографичным И желательно про достаточно известных людей Мистер Перкинс Вы, видимо, Томас Вулф Могли прислать мне отказы по почте Но я хотел лично познакомиться с тем, кто первым прочитал Хемингуэя, Фитцжеральда и открыл в них гениев Биографическая драма под названием «Гений» стартует в прокате также 7 июля А у тебя тысячи поклонников Но несмотря на все твои миллионы красивых слов Ты понятия не имеешь, что значит жить И на закуску фантастический триллер Снятый по роману Стивена Кинга «Мобильник» Привет, сынок Привет, пап Как дела? Ты приедешь к нам? Да, уже очень скоро А, черт! Импульс передается миллионам людей через сотовый телефон И превращает их в зомби Далее сюжетная линия довольно предсказуема Группа выживших отправляется искать других незараженных Повсюду бродят ходячие мертвецы, опасность, страх Но знаете, какой-то, по нашим ощущениям, качественный что ли? Ты приедешь к нам, ты приедешь к нам Я только хочу, чтобы ты приехал к нам Это голос Джонни Нет, не его Ты знаешь, что это не твой сын Конец! Мобильник В общем, фанатам всех апокалиптичных картин к просмотру Фанатам Сэмюэля Л. Джексона или Джона Кьюсака тоже А 6 июля во всем мире уже будет отмещаться день поцелуя И в Хабаровске он тоже пользуется популярным Одним из первых событий в честь праздника был флешмоб на площади Славы Давайте вспомним, как это было в далеком 2012 Славы 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 В этом году анонсов подобных акций мы, к сожалению, не нашли Но вы вполне можете устроить это у себя дома в кругу семьи И заметьте, за это удовольствие совсем не придется платить И еще одна бесплатная акция Не акция, услуга, не услуга В общем, если вы внимательный горожанин и увидели книжные шкафы на улице И не знаете, что с ними делать, для чего они стоят Мы сейчас вам все и расскажем Только 7% россиян сообщили, что в их окружении сейчас читают больше, чем 10-15 лет назад 65% опрошенных утверждают, и их близкие читают меньше, чем раньше Вот такие данные вывели по результатам опроса Фонда общественного мнения Называть их утешительными или неутешительными и давать какие-то другие оценки мы не будем Однако прямо сейчас расскажем вам о таком явлении, как буккроссинг В вольном переводе это означает что-то вроде книговорота Вот вы помните, как в детстве менялись с друзьями книжками? Это почти буккроссинг С несколькими отличиями Во-первых, у нас книги принято отдавать назад А буккроссинг этого не подразумевает А во-вторых, каждому изданию в буккроссинге присваивается номер И вы, заполучив очередную книгу, можете зайти на сайт и посмотреть Откуда она, и у кого уже была, и так далее В России идея прижилась, но немного трансформировалась В частности, вот эти самые интернет-отметки русские ставят редко А вот обмен книгами на безвозмездной основе очень даже нашему народу нравится И если раньше прочитанные оставляли в подъезде или сбывали на всевозможных ярмарках То теперь в Хабаровске появилось сразу несколько мест, куда ненужные томики можно принести И одно из таких книжный шкаф на остановке Знаменщикова на улице Серышева Его сюда принес Александр Колвин Сейчас мы покажем вам фрагмент из интервью хабаровского фотографа Выходило оно на Дальто в ТНТ в программе «Аллея» Кстати, кто не смотрел, еще обязательно попробуйте Там о горожанах небезразличных, очень вдохновляет Иду я вечером, и возле мусорки у себя, смотрю, лежит шкаф Ну, я думаю, надо брать Звоню другу Егорке Лебедеву, говорю, Егорка, есть интересное мероприятие Сейчас заеду Забираю его, привожу, и мы вдаем этот шкаф оттуда с мусорки Сюда, дальше Такой же вот точный шкаф есть и в Южном, на Суворово-17 и на остановке 38-я школа, что в Кировском районе Мини-версии свободных книжных полок есть в магазинах «Радости», в аэропорту и в педагогическом институте ТОГУ Знаете, что такое буккроссинг, Алина? Нет 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 А книжные шкафы в Кабаровске видели? Да Вот это он и есть буккроссинг, когда люди обмениваются книжками Как вам эта идея, нравится? Ну, в принципе, да, обмен знаний имеет неплохо Мне, как бывшему учителю, очень Мне нет, потому что я покупаю новые книги в магазине Ну, если времени много у человека, да, то есть, ну, как бы, в Кабаровске автобусы ходят не с таким большим интервалом, поэтому мне кажется, что идея не очень приживется в Кабаровске Ну, на самом деле, люди книги эти забирают, относятся домой, читают, а потом могут вернуть обратно Ну, в принципе, ну, опять же, какие книги будут, какая там, как бы, тематика, я, честно говоря, не смотрел Надо будет заехать посмотреть, можно тоже что-то домой взять То есть, я беру, после этого прихожу, книжка, которая мне нужна, там оставляю, да? Ну, можно будет попробовать Довольно-таки удачно, я считаю Удачно, потому что положил, почитал, взял, обменялся и проблемы все решены Время скоротали, почитали, это не интернет, а книжку Чудесные наши хабаровчане! Мы такие душевные, позитивные и творческие, что мы просто не можем не вознаградить вас за это! Сейчас в нашей группе Дель ТВ ВКонтакте проходит конкурс, как раз для творческих людей, как вы! А наградой победителю может стать не только всеобщее признание, а целая, реальная, настоящая ванная комната! Все подробности в нашей страничке, участвуйте, заходите и выигрывайте! А мы, Глеб Иванов и Полина Колтон, прощаемся с вами до следующей недели! Отличных вам выходов! Лето в Хабаровске Не сидите дома, катайтесь на велосипедах Загорайте И купайтесь Проводите время с друзьями Проводите время на свежем воздухе Чаще гуляйте с семьей! Проводите время на свежем воздухе Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»